приветствую начинаю играть на максимальном уровне сложности в кэнш и вот мои настройки подробно на них останавливаться не буду но на случай если кому-то вдруг что-то надо сможете их полистать на паузе посмотреть что где как у меня назначено в общем то от значение по умолчанию у меня ничего не отличается особо сильно новая игра предыстория на дне уровень сложности максимальный вы опустились на самое дно с вами никого у вас нет оружия и одежды вы голодные потерялись среди суровой пустыни кишащие рабовладельцами и вы только что потеряли руку удачи другие настройки я не меняю начать субрасу и раз я оставляю по умолчанию немного под настрою внешность чтобы он более на меня походил примерно так у меня получилось я думаю довольно неплохо результат начнем великая пустыня голый чел вот как мы видим отсутствует конечность инвентарь у нас абсолютно пуст конечность вот мы можем в будущем себе имплант какой-то надеюсь присобачить также нас мучает голод очень сильно в общем положение незавидное попробую накидать какой-то план и ему следовать по пути я значит загляну вот в этот город посмотрю что там к чему а вообще основной курс буду держать вот в эту область просто там находится город монгрел и у меня есть некоторая теория по заработку как я там смогу разжиться потому что на протезы на все то есть необходимы деньги а персонаж у меня вообще абсолютно не прокачан то есть нулевой еще и без руки пока бегу до города хотя бы атлетика прокачивается уже радует хотя это мелочь конечно но тем не менее тут я наткнулся на какие-то палатки давайте посмотрим вообще что это такое имперские селяне так я тут у них на alt нажимаю сразу вижу жевательные палочки валеное мясо так сразу же персонаж у меня сожрал валеное мясо жевательные палочки возьму еще валеное мясо отлично то есть таким образом у меня даже некоторые запас пищи получился не знаю почему я здесь все это раскидали наверное хорошо живут так дошел до этого города сейчас посмотрю что там интересненько может быть найду денег чтобы купить какую-либо провизию или что-либо у торговца у меня ровно ноль вообще нету проверю бар вдруг там какие-то интересные спутники бесплатные есть нет к сожалению здесь никого нанять не могу ладно не страшно в таком случае я просто продолжаю свой путь к намеченной цели вот сюда для начала причем видите у меня голод именно голод то есть вы страдаете от истощения но у вас есть еда и вы восстанавливаетесь штраф на параметры равен 094 уже я почти восстановился то есть еще персонаж страдал и от истощения в общем-то он съел еще что у меня там какие-то палочки были так что одно валеное мясо осталось в общем не так много у меня скорость передвижения у меня 16 миль в час атлетика уже на восьмерочку вкачалась продолжает прокачиваться хорошо о голод уже 199 сейчас я перейду на нормальный на голод белого человека во вы упитанные проблемы у вас сейчас нет отлично 201 то есть видите в норму потихонечку приходим в общем по пути я еще забежал в город сто ад поскольку у меня пища закончилась вот здесь вот есть слепая зона я в режим скрытности перешел здесь сырое мясо лежал я его взял сейчас дождался ночки вот еще здесь думаю что-нибудь скоммунизить у них он сразу же жевательные палочки скоммунизил и он их сожрал так теперь я пытаюсь отсюда уйти цивильника в общем то у меня получилось вроде бы отлично мясо я пожарю на костре где-нибудь за пределами города вот два куска сырых мяса так костер жарим в общем на костре отлично теперь нам на дольше еды хватит костер после себя и уничтожу чтобы в мире не засорять так сказать пространство кстати вот атлетику прокачал уже 17 миль в час скорость наткнулся на злобных тварей но у меня скорость 17 миль в час а у них 14 так что они меня не догонят по преследует какое-то время но я убегу в общем удачно или не очень наткнулся на святую нацию ты на священные в очень и под божественной защитой экрана дикоземец какой у тебя здесь дело не даме докопались вот бежит какие-то хочет мне вопросы задать я у нее от него улепет его но дело в том что вот эти вот мудаки которые за мной гнались эти твари они я так понял врезались в эту святую нацию теперь у них между собой разборка может быть я попробую там чем-то поживиться на падших ну вот я встану чё ему от меня надо в общем он просто за мной бегает подожди-ка ну жду я жду вот ты ты не охранит зачем тебе бродить по территории святой нации тебя подослали агенты госдепа еретик можно отрицать все это можно подкупить нет я только пытался нести слова тьмы и ведьминства поймай меня если сможешь нет выслушай меня и вам не враг лорд окра ночь прощать наших чистокровных братьев так что пока я буду терпелив к тебе мерзавка теперь ответь мне кому же ты служишь выкладывай но я прикинусь одним из них я служу свету слава лорду окра ну ты служит повелителю света окра ну и самому святому лорду фениксу досветиться ими его в веки веков в веки веков слава крану преклониться свет окрано приветствует тебя брат отлично так а здесь я мясо мясо теперь ну-ка красное мясо возьму а желтое не буду это плохое мясо клыки конечно мог бы взять но не знаю можно конечно взять ну кому же здесь павшие есть здесь из их числа ухты одного из них можно слутать нет нельзя они сразу палят или нет да палят нельзя в общем ограничусь всем мясом с этих вот тварей тоже будет нормально и надолго его хватит мне зато теперь блин они полностью все залутали так что даже даже ничего не оставили они что-то оставили может подожду пока не уйдут пока на костре пожарю так на костре жарю они ушли ну-ка может быть теперь я смогу дал о да чё-то оставили кстати отлично блин охренеть одна тварь она мертвы прикидывалась короче поднялась и пошла дальше побегу я от всей этой ситуации лучше в другую сторону они там еще с кем-то продолжают сражаться лучше их обижать потому что у меня как бы получается как их униформа и они могут типа сказать что я самозванец и до меня докопаться связи с этим одежда потом продам ну и оружие тоже наверно потому что-то много пересечений с ними в общем опять наткнулся на мятежных фермеров у меня из-за перегруза скорость бега упал до 9 миль в час у них соответственно 16 они меня догоняют так что я всю эту чепуху один этот клык и коготь животным весит по килограмму я нафиг выкидываю чтобы можно быстрее бежать сейчас посмотрим какая у меня скорость получила 16 у меня и у них тоже 16 блин конечно не очень-то камильфо давайте наверное робу монаха еще скину может быть тогда 17 будет в 18 до прокачанная атлетика так все все теперь им меня не догнать не зря скинул и мясо как раз осталось все там на самом деле тоже нафиг выкинула то не задолбать стоит дешево профита никакого на меня эти еще налетают сейчас все тут еще патрулей много этой нации просто святой так дошла до островов тумана приближаюсь пункт назначения потихоньку за мной какие-то дикари увязались туманники скорость 18 миль в час и у меня 18 миль кстати они мне по ноге так неплохо приложили блин надеюсь смогу от них убежать главное что больше 18 ни у кого скорость передвижения не было вот гады-то какие целая толпа блин о какие-то уже перестают за мной бежать блин еще трое мудаков все-таки меня преследует от остальных я оторвался кое-как вот собственно безродный мне в него и надо монгрел это я так понимаю просто другое название в переводе с английского безродный если быть точным внезапно у меня чел остановился решил принять бой видимо с ума сошел так естественно мы даже одного из них не сможем победить не говоря уже про нескольких просто продолжаю путь дальше блин и остальные меня нагнали но охрененно охренеть еще спереди зажимают какие-то это наверно из города или нет откуда это кто нет это какие-то другие бежали тоже непонятно почему оттуда наверное место очень хорошая просто нету бегутся блин по башке мне еще далее мне перевязаться даже не чем так я добежал до города из города мне на помощь прибежали стражники местные так что все хорошо давайте так стражники сразу же этих мудаков грузят ну-ка даже с них взять нечего и оттаскивают видимо куда-то их в рабство или хрен знает куда в тюрьму на трансплантацию органов и впервые в этом городе безродные большой такой город надо сказать у них тут ветрогенераторы витринные мельницы всякие неплохо так обжились в этих землях но мне нужно купить бинты у торговца хотя бы одну штучку поэтому я продам два куска мяса чтобы мне хватило на один бинт вот отлично все теперь он сам себя перевязывает заодно качается первая помощь полевой медик точнее в общем я встал в режим скрытности чтоб скрытность просто прокачивалась поскольку я ничего не нарушаю это как бы не противозаконные меня никто не палит буду ждать нападение вот этих туманников потому что за голову их принцев дают приличные суммы вот двое ворот я держу на контроле то есть смотрю все подходы к ним в принципе еды у меня еще достаточно на долгое ожидание хватит вот как раз они напали чрезвычайно они быстро их все покромсали этих туманников ну-ка в общем видимо это не та партия туманников которые должна напасть буду ждать дальше благо еды у меня запасов мяса должно хватить надолго в режиме скрытности подвигаюсь чтобы она быстрее качалась заодно тут в принципе относительно удобно можно попробовать прокачать что-то из боевых навыков помогая страже правда все равно нам вламывают не хило так ну блин естественно с одной рукой мы сражаемся защита прокачивается атака у ворот неплохая тут такая заварушка началась я сражаюсь крепышом это более сильный туманник сейчас мы его загасим городская стража намного сильнее и кстати у этого крепыша довольно неплохая булава наемника которую можно продать и всегда у нас будет пища по крайней мере на пищу точно хватит тут у нас продолжает разворачиваться битва я пока всех полутаю побегаю какой-то туманник меня спалил блин один на один у меня вообще сейчас без шансов пока надо от него улепетывать но у меня скорость из-за перегруза хромает очень много их на город налетела этих туманников чертовых надо поближе к стражникам что ли держаться он стражник какой-то мне помогает я пока буду облутывать там чьи-то отнятые руки валяются я пока себе перевяжу пока тут суть до дела я пока весь хабар они там продолжают еще сражаться продам торговцу собственно вот что у меня уже почти 300 рублей есть куплю чтоб еще один у меня бинт запасе был ну и все снова в бой лутать искать качать навыки искать хабар ценный вот у обычных туманников кровь ведь такая сероватая там черная нам нужна желтая кровь также вот интересно видите некоторые туманники или притворились мертвыми или просто они были без сознания потом очнулись и пытаются уползти из поля битвы вот у него например правой ноги нету ему отрубили ее и это неплохая возможность для нас чтобы практиковать свои навыки добивать таким образом павших раненых отступающих что у нас прокачивается сила ну какое-то оружие в зависимости от того что у нас в руках вот у меня дробящая в данный момент прокачивается атака также в общем круто вот видите совсем практически урона я не наношу даже не могу нормально добить у ползающую потому что персонаж вообще у меня нулевый еще и без руки еще одного нашел у ползающего и опять добивает его мой персонаж уже сам побежал за следующей жертвой вошел в сказать гребаные одичавшие бандиты ухты тут большая битва очень получается жестко но стражники у города очень крутые тут тоже без руки сражаются жизнь мой персонаж уже даже без приказа бегает со стражей везде сам выискивает этих и мочит со стражниками то есть вот обратите внимание как качается скрытный смотрите 31 у меня я просто стою перед воротами паузу отжимаю на большую скорость просто вот смотрите просто хожу перед стражниками заодно тут поле битвы подчищаю лутаю и вот у меня как видите очень быстро прокачивается и эффективно так я придумал для максимальной эффективности времяпрепровождения своего здесь здесь очень много всяких раненых и тому подобное я буду оказывать первую помощь тем более что аптечки не так дорого стоят различным павшим противником потому что это позволит мне в конечном итоге прокачивать вот этот навык полевого медика то есть я буду подбирать их неют эти дубины продавать покупать простые аптечки использовать их на них же самих так сказать на трупах есть очень сильно покоцанные трупы в общем очень большой профит по прокачке будет в общем мне там стало скучно и я решил куда-нибудь еще сходить пока сам не знаю куда поэтому показывать не буду варианты прикину но я просто включил режим скрытности также вот по карте щелкнул куда-то вообще идти там подальше в другой город еще новые места разведывать и посмотрите то есть он очень круто прокачивается потому что после 50 где-то на 49 и уже там перед стражниками перед воротами прокачивать его сложнее стало но соответственно чем это логично выше уровень вашей способности тем медленнее он качается но вот я просто теперь по глобальной карте путешествую в режиме скрытности и очень быстро как видите продолжает все прокачиваться еще и атлетика заодно растет в общем я дошел из этого безродного вот так вот так вот так вот так открыл нужные локации база мятежников тот и доску и надо шел и мне пишет что я могу попробовать у них скрыть замок давайте попробуем это сделать тем более что скрытность у меня довольно прокачано сильно заодно я прокачаю взлом каждая попытка даже неудачная прокачивать навык о и получилось взломать то очень круто потому что там у них куча всякого барахла не знаю смогу ли я очень позаимствовать но в любом случае даже если не смогу от гружусь а если смогу то я как раз перепродам все в хабе и на базе мятежников сверху без проблем то есть они крадена из этого города скупят потому что у них видимо не очень хорошие отношения или просто насрать друг на друга в этом же городе нельзя продавать краденое но то что я здесь украл общем сейчас посмотрим то есть как я делаю ворую по одной вещи вот поймали на краже все тогда я включаю загрузку сразу потому что тогда здесь ну драки будут испортиться отношения с горожанами и придется их всех замочить или тебя там куда-нибудь посадят и тому подобное эти сундуки здесь обязательно взламывать те которые по крайней мере вы можете взломать тут есть вот один который не могу взломать но некоторые могу это полезно потому что и навык прокачивается и заодно лут оттуда какой-то можно упереть так ну в общем вот такой улов 1 краденая рубашка кожаная которую я сбагаю за 1100 еще одна за 1400 вот такие ремонтные комплекты за 1800 очень круто кольчужное полотно за за 1200 сбагаю можете где-то ошибся а 729 ремонтный набор но неважно короче все равно достаточно нормально нормальные цены технология сам изучу которые возможно для начала очень круто значит теперь я держу свой путь в город хаб главное чтобы еще на выходе стража не обыскала тоже здесь не редкость так короче вот я пришел в город хаба к бармену выйти надо из режима скрытности и собственно ему все это продавать начинаем на себе лучше носить не буду а то меня еще спалят и поймут итогу какой у меня улов 6000 неплохо но на самом деле нужно нам еще будет таких несколько заходов потому что нужно купить рюкзак воровской и 10000 нужно только на то чтобы нам вступить вот сюда во фракцию у которой будут во первых различные уникальные товары продаваться ну или не очень уникальный крас воровской рюкзак очень крутой также у них там будет можно тренироваться на тренировки по взлому еще на манекене не помню там то ли атака то ли боевое искусство в общем придется еще ночи ждать и опять в скуине воровать всем скуин это не то чтобы самый лучший город для того чтобы там всех обкрадывать просто он находится рядом от этого и поначалу чтобы десятку накопить на вступление во фракцию воров шиноби вот здесь вот им нужно будет 10 тысяч заплатить плюс стоит дорого сам этот вот рюкзак так что ну и лучше про запас еще бабло иметь мало ли там голода бинты или что-то такое потребуется в общем поэтому какое-то время нужно здесь пофармить будет вот таким образом и так там же в скуине вот во второй таверне то есть есть один бар прямо у входа и вот 2 вот я в нем сейчас нахожусь есть уникальный персонаж ее зовут рука вот и мы можем ее бесплатно завербовать она нам поможет во первых больше барахла утаскивать ну и во вторых чем раньше начнем прокачку тем лучше дорогая мои смотришь нужно с ней особым образом выстроить диалог чтобы убедить присоединиться нет не смотрю на рога в общем она спрашивает что будешь делать если окажешься меньше в меньшинстве на поле боя я выберу надо бежать оттуда к черту просто значит надо поступить как трус а потом с этим ужасным позором придется жить наверняка такая участь хуже смерти но она спрашивает но я отвечу но я хотя бы буду жива ну жив тут ошибка локализации просто интересно но выживание для животных а не для воинов воины сражаются до смерти на поле боя мы погибаем с честью а я не погибла я очнулась окруженная смертью но все еще живая по возвращении меня оклеймили дезертиром и срезали мои рога я больше не воин но слуга не скажу тебе чет чертовски повезло что выжила с рогами или без возможно в любом случае я не останусь здесь развенчанным воином но ты глакокожий не похож на других своих сородичей которые мне встречались давай объединимся мне будет интересно сражаться рядом с тобой это было бы честью отлично но менять я ее не буду оставлю по умолчанию все у меня есть второй персонаж при том она относительно неплохой воин у нее в каче на атака защита и там еще некоторые характеристики конечно она не разберет одна там какой-то отряд даже самых лоховских бандитов все равно но поначалу она нам очень поможет а еды нам хватит вполне на двоих это единственное что могло было стать проблемой к тому же у нее есть снаряжение и для начала тоже довольно неплохое меч очень крутой и рубашка в общем отлично настройках я ставлю но это после добавления каждого человека надо вот так вот чтобы они бежали как бы вместе они порознь потому что если вот предыдущие по умолчанию стоит то есть кто быстрее бегает он будет бежать впереди обоим даю режим скрытности опять залазю в этот магазинчик на сей раз я смогу унести больше также чтобы взлом проходил быстрее можно она не может вообще взламывать ну ладно в общем пусть он пойдет поближе здесь и вскрывает больше сможем унести благодаря тому что она теперь с нами так на сей раз я решил обнести вот этот магазинчик может быть там товары более мелкие больше с собой унести по итогу смогу в инвентарь напихать так сказать уже сундучки некоторые шансом 90 процентов могу вскрывать вот кольчужное полотно стоит взять так ну и на следующем этаже есть еще какие-то сундуки попробую я их залутать здесь уже совсем рядом спят челы так что то что я прокачал скрытность очень хорошо латы нашел которые очень дорого про о пластины медного сплава нашел они тоже очень дорого продаются да сейчас я их с коммуниздю тут на одной скрывать и лежит сам купец ну-ка я его сумку можешь попробую украсть правда шанс всего шесть процентов и так все выбрался торговца смотрим улов 4 пластины медного сплава 2 2 штуки пластин лад кольчужное полотно также а руки все загрузил слитки стали латы вон два стака по 4 один стак по 3 одно еще кольчужное полотно но в общем очень много денег это еще без рюкзаков мы правда с рюкзаками было бы еще гораздо больше но и так неплохо как раз для старта для того чтобы вступить к ворам шиноби в их организацию плюс купить воровские рюкзаки как раз сейчас хватит может даже еще чуть-чуть останется посмотрим хотя вряд ли что останется кстати говоря вот сейчас на выходе стражники меня проверили но они искали контрабанду а контрабанда это там например может быть наркота какой-то алкоголь которым здесь нельзя торговать в некоторых городах но вот вы в этом например у меня ничего не было у меня было только ворованные так что мне повезло и так что мы имеем мне сейчас 8000 рублей примерно значит продаем скорее всего торга может быть торгашу даже денег не хватит или хватит ну-ка до хватило впритык у него 176 как раз осталось так значит у меня получилось 15000 я бы конечно закупил еды но не буду наверное это делать потому что мне кажется впритык на рюкзаки может хватить если они там по две с половиной тысяч стоят вот этих воров где они тут в общем идем к ворам здесь с кем-то надо поговорить хочу присоединиться так ничего мне ничего больше не надо десять тысяч окей у них есть представительство в различных городах и там можно будет также тренироваться что-то складывать но иногда они могут помочь правда я в такие ситуации не попадал когда бы они мне помогали но в теории это возможно вот собственно воровской рюкзак как раз две штуки вот он до полностью закрывает вот в принципе нормально у него вместимости ей тоже да я был прав не зря ничего не стал больше покупать как раз впритык денег хватило вы пожимаете руки добро пожаловать брат к ворам шиноби так и у них здесь нужно подняться на второй этаж вот здесь находится манекены для тренировки и сундуки на которых также можно тренировать взлом я так понимаю что эти вот эти манекены не более кит сложные значит вот на этом манекене у меня получается тренировать убийство навык вот а вот на этих атака тренируются ну и собственно на сундуке на этом вот он какой-то крутой сундук может вот этот вот лоховской надо нет странно наверное потому что я уже взлом достаточно прокачал поэтому видите как-то медленно идет ну-ка у нее если тренировать вот у нее видите гораздо быстрее взлом тренируется потому что у нее уровень только единичка у меня уже 20 какой-то ну и все мы теперь здесь можем конкретно зависнуть в тренировках так сказать затренироваться можно до потери пульса а впрочем не до потери видите у нее атака 11 и уже бесполезно и бить этих манекенов у нее ничего не растет то есть она растет только до определенного уровня на манекенах поэтому я наверное ей просто взлом доведу до определенного уровня убийство всем вкачаю до определенного уровня и атаку вот своему тоже персонажу основному а дальше уже в любом случае не получится но я думаю лучше это сделать чтобы уже в битвах непосредственно у нас прирастал такой опыт который невозможно получить на манекенах что ж мы более менее крепко встали на ноги при последующих походах куда-либо мы сможем унести гораздо больше лута и продать его за счет рюкзаков также неплохо развил некоторые характеристики своим персонажем и вот напарницу взял что же для первого прохождения думаю все строчите комменты как вам понравилось не понравилось как вам игра все спасибо за внимание по скриптом ах ну да вот допустим выделяем когда сундук или манекенов здесь слева в левом нижнем углу пишется что они дают и до какого уровня например вот этот манекен дает тренировку атаки максимально до 5 уровня повышает рядом с ним который манекен тоже до 5 уровня вот этот сундук до 10 уровня на нем воровство можно вкачать сундук 2 уровня металлический до 20 можно на нем воровство вкачать и соответственно манекен для убийств 2 уровня на нем можно максимально навык убийств до 19 прокачать